Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 2022 год годом Молодой Гвардии, посвященный 80-летию создания подпольной молодежной организации «Молодая Гвардия». Организация насчитывала около 110 участников – юноши и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет, а самому старшему – 28. Наши краснодонские мальчишки и девчонки, имея выбор – я или Родина, ни на миг не сомневаясь, выбрали Родину. Не имея опыта, они могли рассчитывать только на свои чувства, которые сподвигли их встать на защиту своей земли, рискуя здоровьем и жизнью. Мы на своем опыте знаем, какой ценой дается свобода и независимость. С 2014 года и на протяжении 8 лет наши мальчишки, как и молодые гвардейцы, сделали свой выбор и встали на защиту своей отчизны. Выпускник Суходольской средней школы номер 5 Перфилев Алексей – простой парень. Учителя и одноклассники помнят его как доброго, честного и отзывчивого человека. Никто и не подозревал, что в нем скрыта неподдельная любовь к Родине, героизм и мужество. Что Алексей, несмотря на столь юный возраст, вступит в ряды народной милиции Луганской Народной Республики и станет на защиту своей земли. В ходе спецоперации 28 марта 2022 года в поселке Новая-Дар он погиб, защищая свою отчизну, свой народ. Его подвиг мы будем помнить всегда и гордиться им.